Все слышали фразу «спрос рождает предложение», но так ли это на самом деле? В комментариях в интернете часто можно встретить фразу «спрос рождает предложение». И речь в большинстве случаев даже не о беседах на экономических форумах, а об обсуждении различных антиобщественных явлений нашей жизни. Например, только попытаешься сказать о том, что телеканал ТНТ, под маской юмора, занимается пропагандой всего низменного и пошлого, тоже шоу Дом-2 вспомнить, как тебе ответят, что ничего не поделаешь, значит на это есть спрос. И вроде как руководство ТНТ получается ни в чем и не виновата, оно просто создает продукт, который пользуется спросом. Редакторам телеканала еще и спасибо сказать надо за их заботу об обществе. Но давайте задумаемся, так ли это? Формируется ли предложение спросом, или часто в нашей жизни бывает совсем наоборот? Далеко за примерами ходить не будем, а разберемся с тем, как появилась армия зрителей все того же телепроекта Дом-2, а аудитория у него существует довольно большая, отрицать это бессмысленно. Все эти сегодняшние фанаты шоу когда-то были обычными маленькими детьми, и логично предположить, что у них не было никакого желания смотреть Дом-2 или подобный ему контент. Они в принципе даже не знали о его существовании, и чувствовали себя вполне комфортно. Соответственно спроса и потребности тоже не было. Но по мере взросления они видели рекламу телепроекта Дом-2, узнавали из новостей о жизни так называемых звезд, слышали от друзей про канал ТНТ, периодически смотрели телевизор, вольно или невольно попадая на эту передачу, и что называется втянулись, привыкнув потреблять аморальный контент. В результате к сегодняшнему дню для многих из них это действительно стало потребностью, ежедневно наблюдать через замочную скважину за жизнью других людей. Какой вывод из всего этого можно сделать? Спрос сформировался под влиянием внешней среды. Более того, если бы не было передачи Дом-2 или ее аналогов, то и не было бы желающих смотреть подобный контент. Какое дело африканскому аборигену из дикого племени до телеканала ТНТ? Да никакого. Потому что он никогда о нем не слышал и не знает, что это такое. А почему огромной части молодежи России есть дело до продукции этого канала? Потому что есть предложения, которые формируют тот самый спрос. И не просто предложения, а очень навязчивая агитация. Каждый новый сериал или телешоу канала ТНТ, финансированного, кстати, Газпромом, получают широчайшую рекламную кампанию, как в интернете, так и на улицах городов. И задача таких рекламных кампаний как раз и сводится к тому, чтобы привлечь определенное количество зрителей к просмотру, сформировав у них потребность в том, о чем они раньше даже не слышали. Дом-2 в поиске новых героев. Если ты яркий, молодой, харизматичный, мы ждем тебя. Заполняй анкету на сайте дом2.ру в разделе кастинг. Более того, как можно утверждать, что спрос рождает предложение, если в современном мире существует такая наука, как маркетинг? Ежегодно сотни российских и мировых вузов выпускают десятки тысяч специалистов-маркетологов, главная задача которых умело формировать спрос для продвижения всевозможных товаров или услуг. В подавляющем большинстве случаев речь идет о различных методиках информационного влияния на аудиторию, как с целью привлечения внимания, так и с целью формирования новых взглядов или потребностей. Подводя итог, можно сказать, что спрос и предложение формируются под влиянием множества факторов, и в различных ситуациях первично может быть как первое, так и второе. Что касается современного российского телевидения, то очевидно, что его ярко выраженная деградационная направленность является следствием определенного целеполагания владельцев крупных медиаресурсов, а отнюдь не отражением запросов самого общества. Подробнее о целях, на которые работают российские телеканалы и их методах, рассказывается в фильмах и видеообзорах проекта «Научи хорошему». Распространяйте правду и участвуйте в деле возрождения нравственности в СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова